Я напомню специалистам по бюджету, что мы сейчас голосуем все-таки не за то, какие деньги какому конкретному учителю, врачу, пенсионеру даем. Мы голосуем за концепцию в первом чтении, и поэтому справедливая Россия вынуждена голосовать против всех трех проектов бюджета вне бюджетных фондов. Это не за послание президента сейчас голосование, да, и мы голосуем против неадекватности, которая грозит перейти в беззаконие, и призываю не путать эти понятия, потому что бюджетный кодекс от нас требует, от всех бюджетов требует прежде всего достоверности. Мы не имеем права принимать заведомо недостоверный бюджет, в том числе бюджет, основанный на заведомо недостоверном прогнозе, а это в том числе бюджеты всех фондов вынужденно. Когда я 36 лет назад основоположник советского прогнозирования, академик Анчишкин, нам читал лекцию введения в специальность, и он сказал чудную фразу. Подлинно научное прогнозирование отличается от гадания на кофейной гуще тем, что второе иногда сбывается. Я боюсь, что некоторые мои сокурсники восприняли эту шутку как руководство к действию. Все три года, 22-24 годы, неизменно ключевые параметры. Инфляция и темп роста, как будто их гвоздями приколотили. Коллеги, так просто не бывает. Если ваша модель показывает вам заведомо неправильный результат, неправдоподобный результат, то найдите ошибку, исправьте эту модель. Инфляция в 4% рассчитана, исходя из того, что в этом году она будет 5,8%. Коллеги, у нас сейчас 8% уже. Она потянет за собой инфляцию 2022 года. По-любому спрашиваешь разработчиков, дорогие коллеги, а как это? Отвечает Банк России еще сильнее, ужесточит финансовую политику. Мы на него надеемся. Только если дистрофика лечить голодом, пусть даже денежным, он не выздоровеет. Мы точно этого хотим. Поэтому инфляция-то вызвана сегодня не избытком денег, а тотальным произволом монополий. Игнорируя это, мы игнорируем реальность и строим бюджеты на песке. Предполагается, что ВВП будет расти на 3% в год. Это неописуемо мало. Мы отстаем от мира. Мы утрачиваем влияние, утрачиваем конкурентоспособность. Но при этом, напоминаю, что восстановительный рост закончился еще летом. Если мы судим об экономике с опозданием на полгода, мы будем опаздывать всегда. И нужны специальные усилия, которые ни в прогнозе, ни в бюджете просто не отражены. В прогнозе занижены цены нефти, занижен курс рубля, не учтено бегство людей в тени от регрессивного обложения доходов. И, соответственно, мы юридически, в виде недостоверности прогноза, мы юридически оказываемся в ситуации, когда мы не можем голосовать. Товарищ Исаев здесь справедливо сказал, что для проблем, которые мы здесь создали для России, нужно несколько бюджетов. Так вот, справедливая Россия разработала справедливый бюджет развития. Доходы дополнительные 10 триллионов, расходы 12 триллионов. Ни в чей карман слишком сильно мы не залезали. Единственное, что, конечно, я понимаю, когда министерство финансов спрашивает, товарищи, а вот эта вот кривая налоговая схема, она зачем? Знаете, какой ответ? А мы посоветовались с олигархами, и олигархи нам сказали, что нужно так. Что ж, коллеги, мы управляем для народа или для олигархов? Мы здесь по семибанкирщине, выходит, соскучились. Так вот, дефицит бюджета здесь 1,4 триллиона рублей. Из 18,9 триллионов, которые на 1 октября без движения лежат в федеральном бюджете, больше 17 останется. Я надеюсь, что даже министерству финансов этого хватит. Я понимаю, я понимаю все эмоции. Здесь не 12 тысяч страниц и даже не 16 тысяч страниц. Но здесь достаточно специалистов, которые концепцию способны развернуть в любое требуемое количество страниц. И как профессиональный пациент должен сказать, здесь прозвучали слова, которые меня испугали, как профессионального пациента. Если у кого-то из нас, у детей или внуков, или может уже и правнуков, детская неожиданность такого цвета, это немедленно нужно бежать к врачу, не дожидаясь ничего. Потому что я готов даже посоветовать врачей, учитывая ситуацию со здравозахоронением, которая у нас есть, когда даже в Москве медицинскую помощь нельзя получить. Продолжая тему. По-прежнему в небюджетных фондах не учитываются скрытые резервы, связанные с выводом зарплаты с тени. Не буду повторять эти цифры. В фонде обязательно медицинского страхования. По данным счетной палаты, на 1 января прошлого года резервы были, специальные резервы, 4 триллиона 970 миллиардов рублей. Я не оговорился. Резервы на какой случай, простите. Можно подумать, что у нас все замечательно. Можно подумать, что у нас врачи не сходят с ума. У нас люди, попав в поликлинику, не падают в обморок от того, что видят вокруг себя. Можно подумать, что у нас все хорошо с медициной. Но даже если у нас все хорошо с медициной, и мы с вами правы в этом вопросе, коллеги, а давайте не будем кривить душой. Вот десяткам тысяч людей, которые участвуют в клинических исследованиях в Минздраве, обеспечена и страховка, и лечебное наблюдение тщательнейшее, и дополнительные деньги. А десяткам миллионов, которые оказываются в этой же ситуации, мы не обеспечиваем ничего. Десятки миллионов, которые жизнь, и здесь в зале большинство таких, которые жизнь за други своя рискуют. Вот, пожалуйста, почти 5 триллионов рублей лежит. Давайте гарантировать, давайте обеспечивать, давайте помогать. У нас продолжается замораживание накопительных пенсий. Нам объяснил Минфин, что это не кража денег, что это надежда Минфина так выглядит. Но, вы знаете, за 8 лет разница становится как-то неуловимой. Пенсионный фонд сравнивает свой бюджет за три года не с реально ожидаемым исполнением в 2021 году, а с данными закона о бюджете, который принят 8 декабря прошлого года. Что создает ощущение несопоставимости. Кроме того, бюджет пенсионного фонда исходит от сокращения числа пенсионеров только за этот и следующий год на 723,5 тысячи человек на 1,7%. Но, вы знаете, вообще-то говоря, вынужден доложить вам, что пенсионеры демонстрируют непредусмотренную расходами живучесть. Их лишают возможности доехать до поликлиники, замораживая у них страховые проездные социальные карты. У них разрушают здравоохранение, как в проекте федерального бюджета прямо указано, извините. Минфин предполагал уже снизить долю расходов на пенсии, общих расходов федерального бюджета с 19% в 2018 году до 15% в 2021, но получилось только до 16,5%. В два раза меньше удалось сократить расходы. Это значит, что пенсионеры не хотят умирать так, как запланировано. И поэтому эти планы, возможно, не удастся реализовать так же, как не удалось реализовать планы Минфина. Я думаю, что все здесь этому очень рады, но все равно бюджет нуждается в дополнениях разъяснений. В фонде обязательного медицинского страхования потрясающее равнодушие к достоверности данных. Утвержденные остатки на конец 2021 года полтора миллиарда рублей. Остатки на начало 2022 года по этому же бюджету 104,6 миллиардов рублей. Откуда взялись эти деньги из воздуха, из кармана? Это иллюзионизм? Как это? Фонд социального страхования. Пособие индексируется по инфляции прошлого года, то есть в 2022 году на 5,8%, при том, что у нас сейчас уже 8% есть. Ежемесячное пособие на ребенка достижения полутора лет намечено выплачивать на растущее количество детей. За три года у нас дети в возрасте до полутора лет, их число вырастет на 15%, за счет чего планируется рост рождаемости. А вообще демографическая динамика снова как в 90-е годы рисует русский крест. Смертность растет, рождаемость снижается, хотя не так страшно, как в 90-е годы. Откуда возьмется этот рост рождаемости? Я очень хочу надеяться, что это правда, но нам про это не говорят. И меры, которые направлены на поддержку рождаемости, недостаточно, дорогие друзья. Вы знаете, люди, которые нас пугают 90-ми годами, забывают, наверное, что у нас смертность сейчас выше, чем тогда. Да, вот при всем нашем благолепии, при всех наших успехах, при всех наших фондах национального благосостояния, издевательское, по-моему, название, выше, чем тогда. И это нужно ломать. Продолжение следует...